Котеночек, доброе утро! Привет! Как твои дела? Эй, сегодня котенок у меня какой-то сильно бодрый, сильно красивый. Мы приоделись в наш новый костюм, купили мы его в Lucky Child. Вот такая вот красота у нас. И для его каких-то очень активных передвижений это само то. Очень удобно, носится, тепло, с капюшоном. Короче, товарищ готов к своим приключениям. Но не тут-то было. У нас приключения сегодня, на сегодня должны быть приостановлены, потому как нам время уже засыпать. Первый наш дневной сон. И с той же самой компанией Lucky Child, вот смотрите, я купила ему такой прекрасный белый комбинезончик. На своем инстаграме я уже показывала. Очень классный, красивый, теплый. Что мне нравится, что здесь молния открывается прям до самих ножек. И еще приоткрыв молнию, здесь есть вот такой вот классный клапан, который защищает грудку малыша, и ему очень тепло и комфортно. То есть даже если он каким-то образом откроет молнию, то все равно костюмчик будет закрыт. Плюс ко всему хлопковая подкладка. Очень комфортная, удобная, приятная малышу. Капюшон. Я на него одеваю вот такую вот шапочку. Она тоже хлопковая. Очень классно тянется, очень-очень удобно. И главное, прилегает к головушке. И малыш в ней спит очень-очень комфортно. Но когда я открываю окно, то, конечно же, маме более спокойно, когда на ребенке есть еще и капюшончик. Да и вообще капюшоны я в последнее время очень сильно люблю. И на прогулке также мы одеваем наши комбинезоны с капюшонами. Ну, тоже не говоря об этой красоте. Тут тоже капюшон присутствует. Кстати, до того, как пойти спать, мы будем фотографироваться. Потому как компании исполняется 10 лет. И когда мы покупали все эти прекрасные вещи, мы заметили, что там объявлен конкурс. Ну, и кто, как не Рэм, будет участвовать в фотоконкурсе? Сделаю для вас, наверное, действительно две фотографии. В сером комбинезоне, другую в белом. И вы мне напишите, какую лучше отправлять на конкурс. Какая больше подойдет. Если сами хотите приобрести эти вещи, в описании видео будет ссылка на магазин Lucky Child. И также отправлю информацию на конкурс. Ну, вдруг вам тоже повезет. Сфоткайте своих малышей. Да! И выиграйте еще сертификаты на классную одежку. Маленький ребенок готов ко сну. Ну, посмотрите на эту прелесть. Да, Бутик? Так, ну все, котенчик готов ко сну. Да, котенок? Давай будем включать твой белый шум, закрываться на весочке, выключать свет и отправляться ко сну. Да, малыш? Все, девчонки, а вы голосуйте, какая фотка лучше, какую отправляем на конкурс. Так, чтобы Рэмчику выиграл. Привет! Кто тут проснулся? Любимый мой, привет! Ну, как твои дела? Эй, любимый, привет! Ты хорошо поспал? Ну, похоже, ребенок хорошо спал. Господи! Улыбка есть? Да? Да. Значит, все в порядке. Такое счастье вообще мамы, когда ребенок встает уже, когда какие-то умелки, когда он развивается, и ты видишь, что твой малыш, он прям уже подрастает. Ты так подрастает, что даже не узнать. Еще несколько недель назад не стоял, еще пару месяцев назад даже не ползал. Что ж там говорить о том, чтобы стоять. Да, любимый? А сейчас вот эта моя улыбочка и стоит, и носится, и ползать начинает уже нормально. Пойдем обедать пора. Сейчас Катерина снова приедет. И все, маме заниматься. И кто котенка кормить будет? Никто. Давай, пошли. Давай, 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 давай. Что, кушать готово? Начинаем мы с мяса. Мы уже, ай, деслянки мои, уже вели говядину, поэтому полная порция говядины у нас 50 грамм в сутки. Да и любого мяса, собственно. А пока еще даю в баночках ему мясо. И выбирая свои баночки, здесь я, конечно же, смотрю на чистоту состава и учитываю соотношение самого мяса, то есть процентуальное соотношение мяса и остальных ингредиентов в баночке. То есть, если на баночке написано, например, говядина, кролик, индейка, я беру, что бы там ни было, и указывается на баночке 90 грамм, например, то это не означает, что в этой баночке действительно 90 грамм мяса. В лучшем случае в банках Семпер, в банках Гербер этого мяса там 47-50% с хвостиком. Во всех остальных еще меньше. В ближайшее время начну готовить мясо сама, чтобы у нас мясо было 100% мяса. С 10 месяцев моего малыша мы вернулись к порциям 200 грамм. Это такая оптимальная порция для того, чтобы мой малыш ел свои 4 раза в день, не голодал, не переедался и чтобы со стулом у нас все было в порядке. Нашли мы свою золотую середину. Последний раз мы были у педиатра на, сколько у нас получается, 9,5 месяца, да? Мы взвесились, у нас вес 9,200, рост 76, все-таки я думала, что он будет где-то 78, но очевидно, предыдущий раз мы как-то его взвешивали не сильно корректно. Поэтому у нас получился наш рост 76. Мы использовали ростомер. И, в общем, учитывая, что у него отличный вес, отличный рост, нет вообще никаких привлеканий со стороны врача. Анализы крови просто идеальные, нет ни анемии, никаких проблем, что, в принципе, также удивительно, потому как доктор Миша сказала, что в последнее время анемия вот в этом возрасте, она достаточно такая тоже частая проблема, и с ней приходится бороться. Но не в нашем случае. У нас идеальные просто все анализы, и котеночек чувствует себя замечательно. Поэтому мы идем по нашей дорожке, как и задумали, как и запланировали, и, собственно, видим, что для нас это работает, и ребенок доволен и счастлив. Кто к нам? Подруга новая. Давай. Ну, в общем, тренируется мать, тренируется ребенок. Ну, котенчик. Господи, счастье-то полные штаны. Короче, ну, вы поняли, мать будет заниматься, а вот эти двое там будут нежиться. Сейчас они обсуждают, какие у него гладкие ножки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...